МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Игроки нашей молодежки прекрасно понимали, что лучшим подарком своим болельщицам будет их успешное выступление на футбольном поле. Впрочем, задача была непроста. Соперникам самарских резервистов стали участники молодежной лиги чемпионов, футболисты московского ЦСКА. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За время зимней паузы в чемпионате молодежный состав «Крыльев» кардинально обновился. На матч против сверстников из ЦСКА в составе нашей команды с первых минут на поле вышли сразу шестеро дебютантов. В первую очередь перемены коснулись оборонительной линии. Ее тренерский штаб перекроил практически полностью. Сохранил за собой место в основе лишь центральный защитник Сергей Божин. Пост номер один в первом тайме был доверен голкиперу из Сызрани Олегу Баклову, что говорит о высоком тренерском доверии. Ведь конкурировать за место в рамке ему предстоит с уже хорошо зарекомендовавшим себя самарским вратарем Алексеем Федоровым, который регулярно вызывается в юношескую сборную России. Линия самарской атаки выглядела более привычно. Ближе к чужим воротам стал действовать Роганов. Вместе с ним из глубины поля поддерживать наступление. Должен был Кертанов. Клягин действовал на фланге, а на острие играл уже свыкшийся с ролью форварда Полиенко, которому в этой встрече партнеры доверили капитанскую повязку. Дебют матча волжане провели активно. На хорошие позиции для удара выходили Полиенко, Кертанов и Клягин. Последний даже пытался объяснить судье, что если бы соперник не держал его за футболку, то он обязательно отправил бы мяч в сетку. Но арбитр не счел доводы нашего полузащитника весомыми и пенальти не назначил. Постепенно стартовый запал хозяев начал угасать, и инициатива перешла к футболистам ЦСКА. Армейцы сумели выиграть отчаянную борьбу за центр поля и начали постепенно подбираться к владениям Баклова. Наш вратарь действовал надежно, хорошо выбирал позицию и справлялся с непростыми ударами. Даже рикошет, после которого мяч по замысловатой траектории полетел под перекладину, не смог поставить Олега в тупик. Но однажды вытащить мяч из сетки своих ворот голкиперу все-таки пришлось. После удара со штрафного он дотянулся до мяча, снаряд попал в каркас ворот и отправился к противоположной штанге. Тут бы защитникам подстраховать своего голкипера, но борьбу за подбор выиграли армейцы. Святослав Георгиевский с нескольких сантиметров добил мяч в пустые ворота и вывел гостей вперед. Как мы это уже не раз видели в матчах самарских резервистов, пропущенный мяч в корне перевернул рисунок игры. Оказавшись в роли догоняющих, крылья тут же намного смелее и агрессивнее заиграли в атаке и прессингом вынуждали соперника ошибаться. Не прошло и пяти минут, как эти перемены в игре сказались и на цифрах, горящих на табло. Фолл против Маврина в штрафной площади был настолько очевидным, что уже ни у кого не возникло сомнений. На этот раз пенальти будет назначен. Футболисты ЦСКА попытались немножко поспорить с судьей, но Аполиенко, дабы не терять времени даром, уже устанавливал мяч на 11-метровую отметку. Удар с точки был исполнен мастерски. Максим дождался, пока вратарь завалился в один угол и спокойно отправил мяч в противоположный. 1-1. На этом наступательный порыв хозяев не утих. Уже в следующей атаке Палиенко мог оформить дубль, но голкипер ЦСКА Исупов продемонстрировал отличную координацию и сумел среагировать на удар противоход с близкого расстояния. Кто-то скажет, что мяч летел не сильно, но не стоит забывать про то, что поле было очень скользким, что мешало обоим участникам эпизода. К слову, в борьбе за добивание уже в третий раз в матче встал вопрос о назначении пенальти. Но в этом эпизоде судья взял сторону гостей и решительно предложил соперникам продолжить встречу. В оставшиеся до окончания первого тайма минуты на поле продолжалась обоюдоострая борьба, но изменить счет соперникам так и не удалось. В перерыве наставники команд сделали по одной замене. Владимир Кухлевский, согласно заранее составленному плану на игру, дал своим голкиперам равное количество игровой практики и во втором тайме место в воротах занял Алексей Федоров. Включаться в борьбу ему пришлось сразу же. После возобновления встречи инициатива снова перешла к ЦСКА. Гости явно не хотели упускать победу, играли очень агрессивно, но самарская оборона, пусть и ценой больших усилий, в целом справлялась с поставленными перед ней задачами. Эпизодов, в которых Федорову пришлось бы по-настоящему выручать партнеров, было немного. Несколько раз наш вратарь лишь кончиками пальцев дотягивался до мяча, играя на выходе, но результат, тем не менее, был достигнут. Забить во второй раз крылья гостям не позволили. Справедливости ради нужно отметить, что у Волжан в атаке получалось и того меньшее. Про контр-игру крылья не забывали, но остроты нашим атакам явно не хватало. По самоотдаче, я думаю, претензий нет. Да, больше, я думаю, надо контроль мяча улучшать и активнее, агрессивнее играть впереди. Ничейный исход противостояния в большей степени удовлетворил, конечно, самарский тренерский штаб, нежели гостей. Но не стоит забывать, обновленная молодежка сыграла в таком составе лишь первый официальный матч. Уже сейчас команду есть за что похвалить, но в то же время мы вправе в концовке сезона ждать от наших резервистов большего. В след за молодежью борьбу в чемпионате России возобновил и основной состав крыльев Советов. Экзаменовать обновленную команду Гаджи-Гаджиева в Самару приехал лидер чемпионата столичной ЦСКА. О том, как сложилось противостояние, расскажем в нашем следующем сюжете. Автопробеги перед каждым домашним матчем крыльев Советов уже стали визитной карточкой футбольной Самары. В каждом из мероприятий сейчас участвует около 30 машин и не меньше сотни болельщиков. Ну а перед первым матчем года участники автофутбольного движения стараются организовать особенно яркий праздник. 9 марта знакомиться с самарской околофутбольной субкультурой предстояло новичкам крыльев, да и для Гаджи-Гаджиева подобное шоу было в новинку. Словом, уже по дороге на стадион наша команда получила серьезный эмоциональный заряд. Теплая встреча ждала наших игроков и около первого корпуса Металлурга. Из футболистов отдельной овации удостоился вернувшийся в Самару Ангва. Но главные ожидания у любителей футбола были все-таки связаны с Гаджи-Гаджиевым. Несмотря на морозную погоду, работникам Металлурга удалось обеспечить все необходимое для того, чтобы футбольный праздник состоялся. В первую очередь это касается, конечно, поля. Его качеством остались довольны даже гости. Поле было приемлемым к качеству. Понятно, что он не может быть идеальным. Но, тем не менее, огромная благодарность сработает в этом стадионе. Не испугались холодов и болельщики. Согласно официальному протоколу, на матче присутствовали 22 тысячи зрителей. Если эта цифра и завышена, то не сильно. Такой аудитории Металлург не собирал давно. Наконец вернулась на свое привычное место «восьмерка», что обеспечило матчу футбольную атмосферу не только на глаз, но и на слух. В этом компоненте не отставали и гости. На берега Волги приехали около трех тысяч армейских фанатов. Так что шумовой фон у нашего матча был что надо. Что касается самой игры, то разница в классе команд была видна достаточно отчетливо. ЦСКА, как подобает лидеру, вел игру первым номером. Самарсом же оставалось организованно обороняться и уповать на контратаки. Эта тактика исправно работала на протяжении почти всего первого тайма. И тем обиднее, что в его концовке гостям все-таки удалось забить. После подачи углового волжане не сумели разобраться, кто же должен сыграть на втором этаже. И в результате мяч опустился на голову Верблуму. Армеец свой шанс не упустил. Одним касанием переправил снаряд в сетку. Во втором тайме крыльям пришлось раскрываться. Гаджи Гаджиев выпустил на поле Корнеленко и Портнягина. И самарцы в какой-то момент перешли на игру в трех номинальных форвардов. Риск был велик. В центральной зоне у гостей и без того было преимущество. Да и в контратаке ЦСКА чувствует себя не хуже, чем в позиционном нападении. Больше всего неприятностей нашей обороне доставил великолепно вписавшиеся в армейские построения Вагнер. А второй мяч в этой встрече на свой счет записал Муса. И снова сказалась разница в классе. Стив попросту не успел за соперником. В первую очередь я недоволен игрой команды средней линии. У меня есть замечания практически ко всем футболистам, которые там играли. Кому-то меньше, кому-то в большей мере. Они могут играть лучше, должны играть лучше. 0-2. Год начался для Крыльев с поражения. А впереди непростой визит в Махачкалу. Но несмотря на неудачу, в игре самарцев нетрудно найти обнадеживающие моменты. И почему-то верится, результат придет. Матчи против армейцев в составе Крыльев Советов дебютировали сразу несколько игроков. Амисулашвили, Гаро, Драгун и Портнягин. После длительного перерыва надел форму Крыльев и Анг-2. И это только половина футболистов, пополнивших нашу команду этой зимой. Как мы и обещали, итоги зимней трансферной кампании подводим вместе со спортивным директором Крыльев Советов Антоном Синьковым. Антон, этой зимой Крыльев подписали 11 новых футболистов. Целая команда. Перед тем, как начать эту трансферную кампанию, вообще ожидали, что она получится настолько масштабной? Честно говоря, если вы помните, в прошлом интервью я говорил, что мы ориентировались на пожелания предыдущего тренерского штаба. Они высказывались именно о пяти новых футболистов. Поэтому все, что я говорил, я помню. Гаджи Муслимыча несколько иная была одна точка зрения. Поэтому получилось довольно масштабно. Еще скажу даже, что мы не всех приобрели, кого хотели. Из этих ребят, которых приобрели, видимо, каких-то вели достаточно долго, готовили трансфер на протяжении длительного промежутка времени. Какие-то получились более спонтанными, неожиданными. Можно вот об этом рассказать? Как возникли те или иные варианты? Скажу, наверное, трех футболистов мы вели именно в плане подписания контракта. Не просто так, потому что они всем известны. В плане подписания контракта это Илья Максимов. Очень долго вели переговоры. Непосредственно Денис Владимирович этим всем занимался. Потому что Нижний Новгород. Ему несколько легче было это делать. То есть Станислав Драгун. Это все те футболисты, о которых мы говорили Гаджи Муслимычу. Он был сразу же не против, чтобы их приобрести. В оригинале Гару уже непосредственно я с ним тоже встречались. В Бельгии. И исходя из того, что в клубе Стандарт начались определенные катаклизмы. Все-таки его удалось приобрести за очень низкую сумму, я считаю. Если исходя из цена-качества, то это, мне кажется, хороший, успешный, так скажем, трансфер. Но были и те, которые на флажке, конечно, у нас появились. Это Игорь Портнягин. В связи с лимитом как-то трансферная компания тоже корректировалась? Ну, если исходя из процентного отношения вообще русских и иностранцев, то в принципе все довольно-таки правильно, как я считаю. Просто люди, которые сейчас непосредственно будут занимать место в основном составе, они, конечно же, в большинстве своем иностранцы. То есть и Стас Драгун, и Беня, и Ангова, и тот же Гарло. Поэтому мы брали Портнягина Игоря и за довольно внушительную сумму, опять же, для крыльев взяли Илью Максимова, на которого тренерский штаб рассчитывал очень серьезно. В первых матчах он рассчитывает до сих пор, желаемого все скорейшего выздоровления. Но так, в принципе, процентное соотношение, я считаю, нормально. То есть взяли, соответственно, молодых футболистов, как и Иваня Максимова, который, я думаю, покажет себя. Он уже на сборах все свои качества продемонстрировал. Он, ну, парень еще молодой, я думаю, будет привалять постоянно. Если мы говорим о трансферной компании, мы всегда отмечаем какие-то вещи, которые нам удались, и какие-то, которые не удались. В частности, много говорили о центральном защитнике, но так и не состоялось подписание. Вот об этом игроке, если можно, немножко и были ли на другие позиции тоже какие-то варианты, которые по разным причинам сорвались? Ну да, у нас на позиции центрального защитника претендовало еще два человека. Сейчас подробнее о них расскажу. Бразилийц, говорящий по-русски, это нацин, футболист бельгийского Генка, с которым непосредственно встречались представители Крыльев Советов, с ним, с его женой. И он был не против переезжать в Самару еще, наверное, в ноябре месяце, в начале декабря. То есть практически вся сумма там и контракта личного, и трансферного соглашения с клубом были согласованы. Но потом мы немножко стали тянуть, и в итоге, когда уже опять на него вышли, президент клуба сказал, что у них трансферное окно закончилось, они на эту позицию не смогли никого приобрести, поэтому если они его и продадут, то уже совсем другие деньги. То есть, опять же, которые мы не могли подтянуть. То есть, ну такой футболист на самом деле был, он существует, сейчас играет в Лиге Европы, например. И я думаю, что может быть, хотя я сейчас уже не совсем уверен, но мы к этой кандидатуре вернемся летом. Второй центральный защитник. Вообще немножко казанская ситуация произошла. Это Феррейра, всем известно. То есть, который приезжал на сбор, уже прошел медосмотр. Все им остались довольны каким-то досмотром. Также были согласованы, опять же, личные условия. Но тут такая не совсем рядовая ситуация для нашего футбола произошла, потому что у игрока были определенные обязательства перед Тереком. И мы, опять же, с Гажем Услимой очень посовещались с самим футболистом. Мы сказали, давай ты эти проблемы каким-то образом решай, и мы тебя ждем с распростертыми объятиями. И в итоге через день он оказался в Тереке. В начале этого сезона мы много говорили о том, что укрыли их в команду очень молодая, которой временами просто не хватает опыта. В селекции это, видимо, тоже как-то учитывалось. Это было основное пожелание Гаджи Муслимой еще, чтобы в команду пришли эти люди, на которых сразу же можно опираться, и которые сразу же начнут показывать результат. То есть, поэтому и Саша Майслашвили, уже возрастная номеровка, и Беня, и Ангова, которые, наверное, еще столько же будут играть, правда, исходя из его профессиональных качеств. Ну, парню уже довольно серьезное количество лет, если заглянуть в паспорт. Поэтому, ну и молодые тоже присутствуют, опять же, повторю, Иван Максимов тот же. Да и Стас Драгун, я думаю, нормальный возраст, как раз для переезда в другой чемпионат. Но селекция в этом смысле все-таки была, ввелась вот с этим учетом, ты прав, потому что Гаджи Муслимыч постоянно об этом мне говорил, что у нас сейчас 11 матчей, мы должны показать результаты, а уже летом будем думать о новом сезоне. Пока думать об этом рано, но все-таки есть какие-то заделы? Ну, есть ребята, которых мы ведем, опять же говорю, с которыми уже были предварительно согласованы контракты, Гаджи Муслимыча всех о них знает. То есть должен был приехать форвард к нам, которого, наверное, я желал больше всего вообще в эту трансферную кампанию. Не буду говорить его фамилии, только потому что мы с ним ведем до сих пор переговоры. Я с ним недавно встречался. Кстати, ездил в Германию, это на матч Мудослиги неделю назад в Голландию. Поэтому я с ним пересекся. И, в принципе, у него желание до сих пор существует. И, наверное, все-таки в зону центрального защитника. Это уже сейчас понятно, что будем приобретать классного футболиста. К матчу против Анжи крылья Советов готовятся в Кисловодске. В Махачкалу волжане отправятся в субботу, чтобы уже на следующий день сразиться с СТО и компанией в матче открытия нового стадиона Анжи-Арена. Уже сейчас организаторы матча утверждают, все билеты проданы. Все подробности противостояния крыльев Советов и Анжи смотрите ровно через неделю в программе «Футбольный регион». С вами был Дмитрий Петров. Увидимся на телеканале «Губерния» и официальном сайте крыльев Советов. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова